Цена на нефть превысила 67 за баррель. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на 0,76, а цена на сорт в Ти в Нью-Йорке выросла на 0,54. Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут после снижения до полугодичных минимумов на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 16 ноября. Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже Ice Futures в 8,50 по Киеву выросла на 0,76, 1,14%, до 67,38 за баррель. В свою очередь стоимость нефти в Ти с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи, на IMEX, поднялась на 0,54, 0,96%, до 57 за баррель. Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в стране по итогам восьмой недели подряд, на 10-27 миллионов баррелей. Это максимальные темпы с февраля 2017 года. Добыча нефти в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, БС, до 11-7 миллионов ПС, что является очередным рекордом. Ранее на этой неделе котировки на Brent и в Ти за одни сутки упали на 7,1% и 6,6% соответственно. Были достигнуты минимальные показатели с марта. Brent стоила 65,19 за баррель, а в Ти – 55,34. Причем темпы процентного падения в Ти за один день стали самыми быстрыми за три года – с сентября 2015 года. Это произошло из-за доклада ОПЕК, в котором был понижен прогноз роста глобального спроса на нефть. Организация также сообщила, что входящие в нее страны с лихвой компенсировали снижение добычи в Венесуэле и Иране. Также на котировках нефти сказалось и заявление президента США Дональда Трампа, который ранее призвал страны ОПЕК не снижать уровень добычи, а также назвал текущие цены на нефть завышенными. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондентнет по материалам сайта Ньюзгроком.